Песни Легия Лето, книжка Раскраска, они помогают проживать осознанно лето и все те дары и возможности, которые лето нам несет. И это очень интересно. Интересно с точки зрения изучения сказочного мира и с точки зрения изучения самого себя, то, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь, как ты реагируешь на какие-то вещи. Я прежде всего сейчас говорю про лето, конечно же. Это первый момент. То есть первый момент про проживание лета. И что сказочный мир, песни Легия Лето и книжка Раскраска Легия Лето помогают в полной мере проживать лето. Следующий момент, о котором я хотела бы рассказать, это непосредственно про процесс раскрашивания. Что я заметила за собой и чем хотела бы поделиться, это то, что, например, когда, получается, полтора года назад я начала раскрашивать другой альбом, явление весны, то мне хотелось, у меня был такой, ну не то, что у меня подход такой был, просто было такое ощущение, что мне нужно взять карандаши и по максимуму разукрасить весь альбом. Ну вот каждый его миллиметр разукрасить, ну каким-то цветом. И это представлялось как такая большая-большая работа, но это и есть большая-большая работа. А сейчас, когда я взяла альбом Легия Лето, я поняла и как-то, ну не знаю, поняла, захотелось, наверное, захотелось тут правильно сказать, захотелось мне не раскрашивать каждый, каждый, каждый миллиметр, а внести какие-то, ну скажем так, пятна цветные, а какие-то места оставить нетронутыми. И это совершенно другой подход, но мораль сей басни такова, о чем это для меня лично, о том, что к жизни и вообще к разным явлениям, ну раскраска как явление жизни, к ней можно подходить абсолютно по-разному, и не всегда каждый элемент жизни или раскраски нуждается в том, чтобы мы взяли карандаш и что-то подрисовали. И для меня это совершенно другой подход. И я, ну не то чтобы ему... Учусь ему, но я его изучаю, вот скажем так, как одно из явлений. Это очень интересно тоже, тоже как способ самопознания и как, я имею в виду, процесс раскрашивания и вот замечания за собой таких вот изменений. Ну и просто как эстетическое удовольствие, потому что картинки действительно очень красивые, художественные рисунки, необычные, необычные с точки зрения каких-то наших привычных раскрасок, которые часто встречаются, да. Спасибо большое за внимание.